Март и апрель поменялись местами. Так, ситуацию за окном прокомментировал главный метеоролог Кировской области Марат Фрэнкель. Сегодня он рассказал, какая погода ожидает кировчан в ближайшее время, а также дал прогнозы на лето. Екатерина Зубарева убирать теплую одежду далеко в шкаф не планирует и прямо сейчас объяснит, почему. Снега было много, запасы воды в нем на 17% больше нормы, а вот глубина промерзания почвы на 30 сантиметров меньше обычного. Такие данные о минувшей зиме привел главный синоптик Кировской области Марат Фрэнкель. Рассказав о том, что уже случилось, он перешел к грядущему, к ближайшим прогнозам на весну. В этом году она ожидается затяжной. С возвратами холодов, которые вот сейчас, буквально на этой неделе, к выходным дням, температура по области будет понижаться до 15-16 градусов мороза ночные часы. Дальше потепление в начале апреля будет, и затем снова периодически волны холода. И эти волны холода ожидаются и в мае, и в июне, и в июле, и в августе. По данным метеорологов, в каждом месяце нужно быть готовым и к жаре, и к заморозкам, быть во всеоружии. Как признаются сами синоптики, предсказать точно, как поведет себя погода, невозможно. Например, в прошлом году, по прогнозам Марата Ашеровича, лето должно было быть жарким и засушливым. Но вышло с точностью да наоборот. Прогноз – это очень сложный расчет. Очень сложный расчет, и в них заложены определенные ошибки. Но вот почему я сказал, что показатели наших синоптиков на уровне даже мировых стандартов, потому что оправданность прогнозов их на уровне Кировской области от 95 до 98%. О чем можно сказать уверенно, так это о том, что характерными для лета 2015-го будут опасные природные явления. Вот эти ливни, грозы, шквалы, грозы как раз и будут одной из определяющих нынешнего лета, наряду с такими умеренными температурами. А вот сентябрь порадует кировчан хорошей солнечной погодой. Правда, в конце месяца опять же могут быть перепады температуры. Поэтому теплую одежду в шкаф на антре-соль лучше не убирать. Мало ли что. Екатерина Зубарева, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.